доброе утро у нас сегодня суббота утро я хочу вам показать одну ногтевую вкусняшку как делают эта идея не моя я посмотрела ее у одной японской девочки японская девочка японка я уже отработала эту идею на клиенте отработала на типсах и поэтому я уже могу сказать плюс-минус насколько это легко и какие есть нюансы в этой работе а сейчас я себя морально готовлю утреннее обязательное кофе и перехожу за свой рабочий стол у этой техники как и впрочем у любой техники есть особенности свои эти особенности эта особенность она заключалась в пудре сколько девочка японка спросить у нее что бы то ни было невозможно хоть она была очень рада и общалась со мной смайликами и какими-то словами на английском когда я там отрабатывала эту тему спросите об этих нюансах невозможно было поэтому пришлось это все доходить своим умом она вообще продает материалы да и она пользуется своими пудрами и поэтому конечно там все подходит у меня это пришлось эмпирическим путем все угадывать я даже ведь и подписала агея это я так предполагаю ее зовут агея я подписала пудры ее именем чтобы понимать что это именно техника ее я зашла на ее фирменный магазин и долго долго пыталась разобраться и понять в чем же отличие ее пудр от того что есть у меня и что мне покупать в общем я поняла поняла что мне нужна пудра очень очень мелкая вот которая выглядит по помолу как крахмал наверно прям вообще и он улетел вот такая вот пудра мне нужно и чтобы был виден цвет то есть видите вот я когда смотрю на нее у нее виден цвет сразу ведь розовая зеленая фиолетовая голубая и потом знаете ли у нее такие цены там например вот такая баночка здесь вообще вообще чуток вот так и это стоит 16 долларов без доставки то есть доставка она продает там по америке где-то можно технически физически можно купить но мне в израиль вот это вот каждая по 16 долларов плюс долларов 50 будет доставка общем это материально очень затратно значит алиэкспресс я купила вот эти пудры ну знаете ли не знаешь что покупать поэтому берешь сразу скопом я купила вот такой набор он выглядит менее цветной цвет у него видно меньше но я взяла знаете непонятно что подойдет возьму сразу несколько вариантов вот этот и вот этот по итогу подошел вот этот этот подошел меньше я его не буду использовать на эту технику потому что у него помол крупнее вот смотрите зелененькая например да вот у него помол как вот у этих пудр золотой и серебряный у тех что мне подошли вот прям мельче помол видите смотрите вот это подходит вот это не подходит здесь больше видно цвет и не видно вот этих вот точечек как блёсточек вот это пудра идеально такая же как у нее в общем я обрадовалась что мне с первого раза удалось поймать именно то что надо и я буду и не работа вот эти пудры вот эти это в принципе вот эти пудры мои самые старые пятилетние оси этот северное сияние только более мелкого помола они меньше крупинистый сдают на ногте вот они выглядят вот таким образом крупинистый с гораздо гораздо мельче чем старенькие мои пудрочки вот это старенький у меня ну не знаю видите вы или нет зеленый например в пенистость у него крупнее у меня вот зелененькая она помельче и и можно их использовать тоже как вариант как дополнение вот к тем моим старенький поэтому на выброс ничего не идет опыт получили выбрать то что надо и начинаем делать дизайн я пока разбиралась здесь с пудрами у меня люди у нас жуткий ветер на улице у меня аллергия и пришлось таблетку брать что я умираю значит так нам нужен будет топ матовый топ и не матовые без липкого слоя матовый топ у меня ну неважно какой я беру всегда во всех своих работах топ матовый с липким слоем густой желтинкой самый классный типсы и еще такой знаете небольшой секретик особенности японских дизайнов в том что у них цвета по большому счету в текстурах камней вот в этом они прозрачность имеют они не плотные у них воздух внутри вот смотрите видите вот это готовая мать ипсинка я делала на прозрачном цвете розовом изначально ее более продвинутый вариант это и по геи у нее несколько пятен цветовых нанесено там у нее по моему бирюзовая какой-то зелененькая было я взяла упрощенный вариант это хотя усложненный вариант потому что здесь уже цветные пятна несколько цветов у меня в начале были только белые вот эти золотистые и все поэтому вот прозрачность чтобы воздух внутри был чтобы он не был плоский за это вам кажется более объемный я буду работать вот на таком цвете работать можно на любом прозрачном цвете цвет который имеет прозрачность вот у меня есть вот такая вот такой набор японский тоже японских цветов и знаете я вот на иврите есть такой вот напиток я не знаю как он на русском называть такой крошеный лед с цветом и и со вкусом вот он такой знаете вроде цвет есть у него это гель-лак но он прозрачный смотрите видите прозрачная типса вот я его наношу и он прозрачный девочки кому интересно будет обзор вот на этот вот набор напишите мне отдельно я сделаю обзор на этот набор наносим этот цвет тонким слоем делаем легкий вариант поэтому один цвет на весь ноготь я взяла огромную типсу чтобы уже знаете делать вкусняшку ногтевую так уже делать на эти большую такую чтобы туда все цвета пудру влезли и прекрасно разложились вот такой один тонкий цвет на ногти она делает то же самое на ее у нее на ногтях было тоже такие же прозрачные цвета витражные да вот такие вот гель-лаки у нас их не очень много на российском рынке представлены я больше закупаюсь на японско-китайских рынках и поэтому там это это их жизнь это их основа у их цветов в большинстве есть прозрачность поэтому кстати камушки популярны у них выходит на мой вкус гораздо красивее лампу обязательно условия которую я хочу заострить я не сказала про это это дизайн делается в аквариумной техники то есть материал нужно убирать до тонкой подложки и выкладывать здесь много слоев это слоистый дизайн слой 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 поэтому на ногти на натуральном придется даже вот так ручку переворачивать чтобы эти слоя не расползались по бокам и у вас не получился бочоночек я делала клиентки первый раз немножко бочонистые они нужно конечно же отрабатывать технику высушился топ без липкого слоя полностью покрываем и ставим в лампу смотрите вы как бы со своим топом до знакомы уже я например знаю что мой топ конкретно мой топ без липкого слоя для того чтобы в него хорошо втерлись пудры должен сушиться не больше 30 секунд в лет лампе это все узнается опытным путем у меня этого топа очень много я как-то купила его на фабрике китайской поэтому я знаю его уже очень давно 30 секунд лет лампа 48 ватт и тогда втирается отличненько в этот топ все пудры если вы пересушиваете топ минута и не дай бог больше то у вас может не втираться тут это уже нужно смотреть по вашему конкретно топу возможно у вас и 20 секунд лампа 30 секунд теперь открываем все пудры и будем втирать пудры аппликаторами берите на каждый цвет чистенький аппликатор потому что у меня один раз получилось неприятная ситуация я не могла понять почему цвет не переносится аппликатор был грязный в предыдущем цвете пудры и цвет другой следующий не переносился поэтому чистый аппликатор 4 пудры 1 2 3 4 ноготь высушенный полностью подготовленный для втирки пудр берем пудры и пятнами их втираем на вес ноготь видите смотрите вот я его втерла пятно посмотрите как классно видно розовый цвет вот эти мои старенькие пудрочки и вот эти которые новенькие с али но более зернистые они так не отдадут цвет вот я взяла розовый скажем здесь втерла розовый втерла здесь зелененький втерла рядом мне нужно полностью цветом заполонить все тип со но пятнами скажем вот здесь немножко до зелененького дальше беру чистый аппликатор это фиолетовый хоть он и выглядит как синий но больше фиолетовый видите такой как индиго такой вот я могу его вот сюда еще сюда наверное еще зелененького да вот так побольше и видите взяла и вот перепутал это больше синенький цвет синий цвет кстати отдает цвет хуже всех он более зернистый вот он здесь похож на те пудрочки вот эти прям как порошочек такой как крахмальчик а здесь немножко видно вот эту зернистость смахиваю все мягкой кисточкой все это смахиваю его так мягкой кисточкой и посмотрите видите как она выглядит вот таким образом вот и что делаю беру топ без липкого слоя в который мы втирали эти пудры и начинаю просто наносить произвольно пятна можно каким-то таким шахматном порядке учитывая что у нас будет еще один слой и еще на него будут пятна я люблю вот эти пятна рисовать на стыках вот видите синий и зеленый я сюда вот 5 пятно посажу больше их меньше можно вот на этот стык вот таким образом пятна здесь оставлю для другого слоя пятен и все это в лампу высушилась типсинка берем тряпочку хорошенько промачиваем спиртом я работаю со спиртом 70 процентов он у нас продается в магазинах материалы для ногтей пудры я что-то знаете ли боюсь потому что я буду сейчас много стирать и работать этим алкоголем подальше теперь мне нужно вот эти все промежутки где нет пятен все это хорошенько стереть вот эти пудры которые знаете надавливаю так и стираю который мелкодисперсионные которыми я сейчас работаю они неплохо сходят с типс и пудры которые более зернистые они я их называю зубастые они как вот войдут в топ так и не выйдут посмотрите эта техника очень известная она была но в такой интерпретации вот такой воздушной и вот с такими пудрами на светлом цвете да не на черном как было у нас в россии она довольно новая вот так вот получились у меня пудры теперь топ без липкого слоя покрываю все видите слой за слоем слой за слоем следите на руках клиента за боками чтобы слои эти не растекались мне сейчас гораздо легче потому что это огромная гигантская типса и даже если где-то бог уплывет не страшно но на клиенте это не нужно за этим смотреть покрыли немножечко я вот так для приличия перевернул чтобы все таки не было прям совсем уже по сторонам уши посмотрите внимательно где у вас эти пятнышки запомните да и значит будем опять втирать пудры вот например у меня здесь была розовая да вот это пятнышка ведь она зафиксирована розовый цвет я ватру туда зелененький где мы работаем аппликатор вот он зелененький у меня здесь была розовая а я ватру вот так вот зелененькая дальше где у меня зелененькая было я ватру и розовые сказала каждую сторону брать разную да и все равно я взяла не разную розовую я ватру фиолетовый голубенькую оставлю она такая под вопросом знаете такая пудрочка в принципе можно и 3 здесь оставить сюда можно и вот эти опаньки у меня гель-лак упал сюда и вот эти можно цвета добавить но можно и сделать отдельно я вам покажу отдельно их дальше смахиваем все и рисуем наши пятнышки новые на том месте где не было этих пятен также можно заходить на наши пятна которые уже есть например вот тут немножко зайду пятнышко сделаю вот так вот зайду на это серединке сделаю вот так можно меньше можно больше делать такие пятна не вот именно чтоб пятна они круги да вот пятнышки здесь может быть сделаю вот так она знаете как вот выглядит вот так вот выглянет вот может быть здесь вот так еще сделаю вот перевернул эти пятна боке напоминает кто занимается фотография техника боке когда все огни на заднем плане расплываются да когда вы на выдержке определенной ставите камеру они расплывчатые такие вот красивые и получаются вот что-то типа боке ногти лампа 30 секунд хорошо промачиваем нашу тряпочку и опять стираем наши пудры которые оказались без этих пятнышек мы их хорошо должны вытереть посмотрите пятно на пятне сейчас не особо виден эффект эффект виден только когда мы выложим сюда матовый слой тогда эффект появится девочки я оставлю под этим видео название канала instagram канала этой японской чудо мастерицы и там вы сможете посмотреть ее и эту работу и ее потрясающий каменные текстуры в принципе там все понятно да там не нужно каких-то особых знаний она это делает и туториал видео короткие все все там понятно можно и другими материалами делать повторить ее какие-то дизайны там камушков много я скорее делаю вроде как русский перевод потому что у меня девочки просили может быть кому-то не всем понятно вот я при всем при том что технику я поняла то саму но понять что подходит конкретно и лучше всего будет у меня это взяло время поэтому я вот вам уже свои результаты показываю уже готовый результат перевод на русский так дальше поскольку это аквариум нужно это все закрыть прозрачным гелем у меня вот такой вот прозрачный гель а и беде несмотря на то что там были топы я это все спокойненько полна коробочка перекрою топ строительный это строительный прозрачный гель чтобы выровнять ноготь чтобы он у нас смотрелся красивенько сейчас я возьму свои кисточки вот я его сейчас просто вот обыкновенной такой выравнивающей техники все это перекрою и выровняю топ матовый классный который имеет липкость который стоит из этой липкости и он вообще просто шикарно носятся три недели у моих девочек и ни на какой другой топ я не поменяю делают его разные фирмы этот топ но он должен быть вот именно с липкостью делаем слой покрываем вот этим вот он у меня уже просто заканчивается типса я ведь и какую густую этот топ перекрываем и уже вы видите волшебство и магия поднимается с 1 с 1 вот даже он еще не замотавил как надо но уже видно вот эффект букет на ногти переворачиваю даже не пытайтесь девочки делать эту технику вне аквариуме то есть это только аквариум здесь очень много слоев и он у вас располагается ради приличия типсу перевернули в лампу я матовый слой сушу не меньше минуты лет лампа 48 у меня произошла авария посмотрите мой долгать самый первым просто отвалился поэтому мне пришлось делать 2 вот он уже высох девочки не все матовые топы одинаково марта вы это тоже нужно учитывать есть более матовые топы есть менее матовые топы то есть топ который дает более плотную матовость играйте со своими топами которые у вас есть и тогда у вас получится классный результат видите у меня вот так вот получился можно пятна делать более крупные здесь я вот накидала вот здесь вот первый у меня который готовы этики крупнички тоже красиво теперь очень такая фишечка классненькая которые я люблю добавлять это тоже все такие японско-азиатские игры украшения вот у меня дополнительное украшение к этому ногтю вот у меня ведь и гель какой от паста от импульс емили атлет ведь ты уже все развалилась что мне в не нравится мне нравится в ней мелкая дисперсионность мне нравится в ней ее густота господи еще и слова русская то что она тянется немножко она вроде густая да и не жидкая но она тянется за кистью я это делаю вот этот элемент дизайна вот именно вот такой большой кистью лайнером это у меня тоже 100 летние рублев 0 0 0 лайнер синтетической видите я когда вытягиваю ее она таким хвостом это не паутинка но здесь можно и паутинку кстати куда-то тут вот при собачий о какая классная мне нравится именно вот это делаем рамочку видите какая классная рамочка у этого ногтя и он смотрится более завершенным золотая серебряная у меня есть и если вам не нравится вот это золото что на слишком золотой если вы смешаете немножко серебро вот здесь у меня видите вот такой посветлее оттенок у вас получится цвет шампанского такое золото легка золотое берем вытягиваем вот так опускаем вот такими вкручивающими движениями внутрь набираем материал вытягиваем хвостик и вот этот хвостик выкладываем как рамочку на ноготок сколько вот он тянется тихонечко медленно медленно и него не страшно что он будет где-то толще где-то тоньше где-то он у меня оторвался видите я пройду здесь схвачу вот отсюда и пройду еще вот здесь вот раз пока у меня не заполнится это пустое место смысл этой равна вот этой рамочки чтобы она не была такой вот знаете однородной одинаковой и ровной как есть такая техника в золоте в золотых изделиях когда золото как мятое такое вот смысл вот именно вот не получается у меня что-то здесь но неважно это все можно запомнить имея терпение да вот и дальше уже вот так вот пошла рис и не пытайтесь нарисовать эту рамочку очень близко к краю ногтя я вот видите немножко отступаю у меня вот такой вот созор здесь есть и ее получше видно будет это имеется ввиду уже клиент не надо ее рисовать здесь прям впритык кутикуле особенно если вы делаете глубокий я не делаю русский маникюр такой вот знаете глубокий такой русский это у нас в израиле его называют когда кутикула взыбленная такая мне не нравится это а если вы работаете в этой технике то тем более если вы нарисуете плотную вот эту рамочку то у вас она утонет просто в этой кутикуле вот продолжаем золотой гель имеет достаточную липкость ничем не надо перекрывать просто снять эту липкость и снятие липкости никак не влияет на его блестящие свойства то есть гель остается блестящий вот видите тут эта золотая рамочка она неплохо носится кстати три недели у клиентов и выглядит гораздо более радостнее веселее богаче да вот с этим вот золотым украшением класс здесь можно было розового побольше дать но это уже вопрос опыта